приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня я хочу поговорить о планетах которая находится в небе это видео будет нести легкий ознакомительный характер мы постоянно можем созерцать их на картинках и учебниках книгах и фантастических фильмах но ответьте себе на один вопрос вы когда-нибудь видели планеты собственными глазами думаю что многие скажут нет мы даже не знаем что они могут быть видны с земли невооруженным взглядом давайте же вместе попытаемся выяснить такие ли они как нам показывают учебник поговорим о том что написано в википедии солнечная система планетная система включает в себя центральную звезду солнце и все естественные космические объекты вращающиеся вокруг солнца она сформировалась путем гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 миллиарда лет назад господи из газа и пыли создано все но ежеземные слои и прочее вся земля состоит из слоев где-то пыль о которой нам говорят вычислили даже точно ее возраст 4,57 миллиарда лет назад ребята современные радиоуглеродный анализ не может даже дать датировку простого предмета с реальным возрастом в несколько сотен лет вот и все о какой датировке может быть речь просто кто-то сказал такую дату и все четыре ближайшие к солнцу планеты называемые планетами земной группы меркурия венера земля и марс состоят в основном из силикатов и металлов четыре более удаленные от солнца планеты юпитер сатурн урана нептун также называемые газовыми гигантами намного более массивны чем планеты земной группы крупнейшие планеты солнечной системы юпитер и сатурн состоят главным образом из водорода и гелия меньшее газовые гиганты уран и нептун помимо водорода и гелия содержат в себе свои содержат в составе своих атмосфер метан и угарный газ такие планеты выделяется в отдельный класс ледяных гигантов 6 планет из 8 и 4 карликовые планеты имеют естественные спутники юпитер сатурн урана нептун окружены кольцами пыли и других частиц как такое можно придумать как планета может быть газовой как она может состоять из газа по теории шара масса планеты удерживает гравитации все остальное на ее поверхности а как газ в пустоте может иметь массу и форму шара при том ведь в безвоздушном пространстве он бы распределился по всему объему пространства как планета может состоять из газа любой вменяемый человек скажет вам что это невозможно солнечной системе существует две области заполненные малыми телами пояс астероидов находящиеся между марсом и питером схож по составу с планетами земной группы поскольку состоит из силикатов и металлов крупнейшими объектами пояс астероидов является карликовая планета церера и астероиды паллада веста и гигея за орбитой нептуна располагается транснептуновые объекты состоящие из замерзшей воды аммиака и метана крупнейшими из которых является плутон седна хаумеа макимаки квавар орк и эрида солнечной системе существуют другие популяции малых тел такие как планетные квази спутники и троянцы околоземные астероиды кентавры домоклоиды а также перемещающиеся по системе кометы метеориты и космическая пыль солнечный ветер поток плазмы от солнца создает пузырь в межзвездной среде называемый гелиосферой который простирается до края рассеянного диска гипотетическое облако орта служащие источником долго периодических комет может простираться на расстоянии примерно в тысячу раз дальше гелиосферой солнечная система входит в состав галактики млечный путь вот из этого всего состоят наши знания где четкие доказательства и рабочая модель вот этой теории ответ ее нету идем дальше многие часто пишут мне в комментариях а почему все планеты круглые а вот земля нет друзья кто вам сказал что все остальные планеты круглые просто это общепринятое мнение написанное в учебниках кому-то нужно чтобы вы так думали человек рождаясь в этой ферме должен по умолчанию обладать базовым набором знаний выгодным хозяевам эти знания ничем не подтверждается однако постоянно культивируется в наших умах и к началу зрелой жизни мы уже абсолютно не задумываемся над тем может ли быть это правдой или нет из-за того что это информация была очень долго в наших головах само ее обжалование вызывает у нас бурю негодований создается большое количество книг статей фантастических фильмах о далеких-далеких галактиках где есть другие планеты заметьте такой факт киностудии и фантастические фильмы рассказывающие планетах и галактиках шагнули далеко вперед а вот сама космическая программа стоит на месте они только и могут что показывать стримы на фоне хромакея с ползающими по космическим ракетам мышами развивается индустрия связанная с фантазиями о планетах нежели само реальное их исследование при современном уровне технологии мы давно должны были жить на марсе но почему этого не происходит современное время все исследования и видеопередачи а также вся деятельность связанная с изучением космоса не выдерживает никакой критики все это изрядно поднадоело где реальные доказательства господа если смотреть невооруженным взглядом то большинство планет мы даже не отличим от звезд поэтому мы наш взгляд все-таки вооружим посмотрим на первую планету меркурий в телескоп планета меркурий выглядит совершенно иначе чем на рисунках создается такое впечатление что она находится близко к земле переходим к венере вот таким образом она выглядит хочется отметить что земли трудно определить форму планет следующая якобы идет земля но мы ее пропустим так как в данный момент находимся на ней марс говорят что он должен быть красным юпитер говорят что это пятно еще несколько сотен лет назад было в два раза больше но она постепенно уменьшается что ж возможно сатурн очень загадочная планета с ее интересным кольцом природа которого неизвестно все планеты выглядят как круглое пятнышко а сатурн пятнышко с кольцом очень странно и интересно кстати говоря это единственная планета которая отличается от остальных плане формы теперь следующие планеты будут очень слабо наблюдаемы так как у них очень большой цикл вращения уранов телескоп нептунов телескоп плутон в телескоп по сути то что мы наблюдаем в телескоп это маленькие непонятные пятнышки разных цветов находящиеся поле нашего зрения но является ли они теми объектами которые нам описывают астрономы ведь астрономы также как и мы наблюдают их телескоп и телескопы их не намного мощнее наших и лучше рассмотреть этот объект не представляется возможным и где доказательство того что эти объекты являются точно такими как описано в книгах мои глаза показывают мне пятнышки разных цветов на небе имеющие цикл вращения вокруг того места где я нахожусь да и еще вопрос вращаются ли планеты вокруг своей оси кто из вас может показать и доказать что планеты вращаются возьмем тот же юпитер с его пятном из того материала видео с телескопов что мне удалось найти это пятно постоянно находится на лицевой части юпитера либо в остальных видео попросту нельзя было различить даже рисунок на поверхности планеты этот факт кстати говоря может поставить и остальные планеты в один ряд с луной им и напрашивается гипотеза о том что они могут быть одной природы повернутые к нам лицевой стороной и не вертится и трудно отследить их форм поговорим о том могут ли они являться шарообразными и находиться на огромном расстоянии от земли о форме этих небесных тел можно только догадываться так как в телескоп нельзя установить их форму и к слову говоря а где доказательства и понятная научная база о том что они шарообразные либо просто кто-то нам сказал об этом и мнение этого человека стало общепринятым где доказательства господа я вижу перед собой только размытые пятнышки на небе обратимся к предкам и попытаемся вникнуть в знания которые были до нас и до нашей науки начнем с того что предки в основном относили все планеты и луну а также и солнце к одной группе объектов к звездам только так называемые современные планеты они называли блуждающими звездами звездой которая имеет свою орбиту движения вокруг земли и предки не считали нашу планету планетой в современном ее понимании и относили ее к небесным телам земля представлялась для них твердею над которой вертятся по своим орбитам у вот эти тела а выше находится небесные своды за которыми находится вода сделаем небольшой вывод мы видим то что не можем объяснить и к чему не можем приблизиться или ощупать доказательств форму планеты нет хоть сколько нибудь внятной информации тоже поэтому нам только и остается как строить теории по форме и природе этих небесных явлений наши знания так и остались на уровне людей которые только что родились и взглянули на небо ну а с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мой контент ставьте лайки всем спасибо и пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok и